Сегодня православные христиане отмечают преображение Господня в народе. Он известен под названием «Яблочный спас». Он является одним из первых праздников урожая, день с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и к зиме. В чем значение этого праздника, как его принято отмечать, расскажет Ольга Савенко. Преображение – любимейший в народе праздник. В честь этого евангельского события – преображение Господня. По всей Руси испокон веков строились храмы, церкви, возводились величественные соборы. Тверь, Рязань, Тамбов, Переславль-Залезки, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Кижи. Многие из этих храмов – настоящие памятники русского зодчества. Итак, какое же событие легло в основу праздника? Оно описывается в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка. Как сказано в Священном Писании, Иисус взял своих любимых учеников – Иоанна, Петра и Иакова – и взошел с ними на гору Фавор. И просияло лице Его, как солнце. Одежда же Его сделала с белыми, как свет. Читаем мы в Евангелии. Преображение Господня – это праздник, в котором Господь Бог открывает все свое естество. Открывает себя, что Он есть Отец, Сын и Святой Дух. Мы слышим в евангельском чтении этого дня, как Отец говорит, что это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение. Его слушайте. Мы видим явление Святого Духа в виде облака. Таким образом, Бог нам показывает, кто Он есть. На Руси праздник получил народное название «Яблочный спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые грузья в храм для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растет, например, в большей части России, вместо него стали освещать яблоки. В семье Найденнах из Черкесии в этот день обязательно пекут пироги с яблоками, варят варенье, компот и обязательно ходят в храм. А что вы чувствуете в душе, когда идете на этот праздник? Вы знаете, для меня каждый поход в храм – это праздник. Поэтому, а это преображение – это особый праздник. Пока мама готовит пироги, ее дети учат стихи к празднику. Хотим поздравить вас с преображением. Пусть счастье и любви вам в небо пошлет. Желаем всех мечтаний и исполнений. Пусть душа от радости поет. С «Яблочным спасом» сверзаны и другие традиции. После праздника люди щедро делились урожаем, раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей. И только в последнюю очередь ели сами. Так всегда поступает в семье Ивашенко из Черкесска. Маленькой Дане всего пять лет, но она прекрасно понимает, для чего она принесла яблоки в храм. Чтобы их осветить и раздать родным и близким, и людям нуждающим. На фаворе Христос показал красоту и славу своего божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная. Подобием, кого является человек, и к чему приближается он, возвышаясь духовно. Дорогие братья и сестры, пусть свет божественной благодати коснется наших сердец, осветит нас, наших родных и близких, наших детей и внуков. И этот праздник изменит нашу жизнь к лучшему. Ольга Савилко, Роберт Джугутанов, Весик, Карачаево, Черкисия.